Всем салют, ребятки! С вами Прослушка. Сегодня непростая прослушка. Я не буду слушать именно чей-то альбом. Сегодня я послушаю синглы таких испанцев, как Фараон, Кристины Си, Эл Ван, кто там еще у нас появлялся, 104-й Трувер. Вот, в общем, я послушаю их работы, потому что не все синглы слушал. Почему бы нет? Ну что, давайте приступим. Фараон на Луне, по-моему, вчера вышел за трек. Или позавчера. Ну, вчера, по-моему. И с последним мне понравился Редрам. И я слушал эту эпишку. Ну, кроме там Бенки, шоу ли, песни, или как она называлась там. Что-то лайтовая, походь. Короче, трек для девочек. Может, все, хватит, не могу слушать. Не, эта песня не для меня, в общем. Ну, прикольный поворот сейчас был. Не, безусловно, как бы Глев красавчик. Я, по-моему, я не помню, говорил я, нет, но я к нему нормально отношусь вообще. То есть, и он один из лучших рэперов, ну, для меня, в России. Это мое мнение. Вот. Короче, я к нему нормально отношусь. Но не всегда люблю то, что он делает. Вот, например, я... Вот, например, это я не принимаю. Ну, так. Короче, какой-то проходной трек. Как насчет порчи и дизастера? Фейдед трек. Блин, круто, вот круто. Сразу видно, не русские. Фейдед трек. Ну, я че скажу. Неплохой трек, неплохой. Добавить. Добавляем себе. Я смотрю аниме. Дикей. Можно даже видео, конечно, было посмотреть, но я не хочу плевать, чуваки. Поэтому я хотя бы начну это слушать. Посмотрю. У меня друзья бы на тем, жить и их нет, но мне плевать, те кучи их всех. Мама, я не гей, ты с дуром. Триды не нужны. У меня есть такие ману, но я буду стараться. У меня друзья бы на тем, жить и их нет. Но мне плевать, те кучи их всех. Мама, я не гей, ты с дуром. Триды не нужны. У меня есть. Короче, все достаточно. Кристина Си. Она сейчас КС. Песня называется «Из-за тебя». Девочка больше не в Black Star, что меня очень радует. Что о ней могу сказать? Мне очень нравилось, как она поет. Именно песни, которые были до Black Star. Если покопаться в аудиозаписи, то они, наверное, есть. Вот. И что я хочу сказать. Когда она была на Black Star, у нее были прикольные песни, конечно, но что-то как-то не заходило. Только космос, короче, мне понравилось. И вот это очень хорошая работа. Поэтому, ну, в принципе, это можете по сути. Слушайте. Короче, я очень рад за девочку. И, ну, прям, желаю Кристине всего самого хорошего. Вот. Ну, а следующими у нас будут 104-й Трувер. Совместная работа с Lil Freezer. Которая называется «Джо Пэшер». Это актер такой. Если не в курсе, в «Один дом» он снимался. Эй, эй, эй. 104-й. Касало. Эй, как я обожаю этих ребят, а. Я, как бы, не люблю такие совместки, когда один на своем языке, другой на своем. Ну, типа, может, это прикольно, конечно. Ну, как-то странно выглядит. А так... Слушается нормально. Еще, причем, бэки на русском. Вообще, 104-й Трувер уже такой состоявшийся, как будто бы, дуэт. Типа, джипо и твэто. Блин, круто еще. Музычка продолжается, как я люблю, а. Так, ну ладно, давайте послушаем Мезу, Мадонна. Перед вами известная картинка. Моя Мадонна, вся моя жизнь, задом и каморрой. Я в топе при любой погоде, со звездой на капоте. Но мне кажется, это не тот трек, да, который я должен был услышать, чтобы познакомиться прям с Мезой. Но это тоже неплохо. Короче, все равно это не мое. Давайте слушать 39-го. Песня называется Run. Фараон очень хорошо отзывается о нем. Сейчас проверим. Насколько он хорош. Эй! По-моему, у него что-то покруче было. Ну, звучок прикольный. Вообще, бит хороший. Визи битс. Красавцы. Ну, что за фиг знает, чуваки. Вообще, Моргенштерна мне напоминает почему-то. Не знаю, я сижу, думаю, так, Моргенштерна, уйди, это квадратное лицо. Окей, ладно, давайте. Я, наверное, сейчас всех шокирую, но это LGA 360. Новая песня. А я же его фанат. Такой попсовый звучок, короче. Ну, что, прикольно. Ну, может, она просто пока не приелась. Ну, трек норм. Ну, как, попсовый трек. В прослушке, который выходил на канале, я там, ну, не очень хорошо отзывался о его альбоме. Сайя Нарбо Икс. Вот. Но, короче, я, по сути, к нему нормально отношусь. То есть, ну, чувак работает, делает такую музыку сейчас, но он зарабатывает деньги и, там, помогает семье. Там, я видел, отцу купил тачку. Ну, просто достойно уважения, хотя бы из-за этого. Молодец. Вот. Но попсовый я не люблю. Поэтому идем дальше, чуваки. Тифест, иностранец. Давайте попробуем послушать. О, и последний будет L1 трехочковый. Все. На этом будет достаточно. Трехочковый я еще тоже не слушал. Короче, бит хороший, но мне не нравится, как поет Тифест. Ну, вот ничего не могу я с собой сделать. Ну, вот просто я его не принимаю. Все. Все, достаточно. L1 трехочковый. Круто. Все это круто записывалось, походу. Если это реально прям записывали. Я люблю L1, но этот трек не для меня. Если бы я был баскетболистом, и вообще любил бы баскетбол, то я бы, наверное, слушал. Так, все клево. Как всегда, крутой флоу, крутой бит. Я думаю, будет неплохой клип, если он будет снимать его, конечно. Вот. Ну, и что, все, наверное. Давайте по L1 и закончим. Спасибо всем, кто посмотрел эту прослушку. У меня недавно, то есть, вчера вышло три прослушки. Посмотрите, я слушал альбом Isipel Rocky, Kanye West и Pusha T. Посмотрите на мою реакцию. Подписывайтесь на канал. Привет всем новым. Всем буду рад. Пишите комментарии. Предлагайте слушать какие-то альбомы. По возможности я обязательно прослушаю. Если мне это будет интересно. Вот. Ну и все. До встречи в комментариях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok